Всем привет! С вами Игорь на канале Homemade и сегодня мы с вами будем рассматривать уникальный датчик распознавания жестов. Поехали! Diefrobot ведущий мировой поставщик оборудования для робототехники и открытого исходного кода с большим сообществом, обслуживающим будущих создателей. Diefrobot создает инновационные, удобные для пользователя аппаратные и программные продукты, которые становятся старительными блоками во всех видах электронных проектов и формируют вокруг него сильное сообщество учащихся. Итак, ко мне пришла довольно большая коробка с очень интересными вещами. Давайте посмотрим, что там внутри. Итак, первое, что нас встречает, это фирменная коробочка от Diefrobot и здесь внутри очень интересный модуль. Вот он так называется. Так, там еще кабель лежит. А здесь находится устройство, сенсор распознавания жестов. То есть я могу делать какие-то жесты и этот сенсор будет его распознавать. Очень интересная вещь. Также здесь у нас PLA-филамент. Килограммовая пачка вот такого небесно-голубого цвета. Так, тоже PLA-филамент, но здесь уже не килограмм, а 750 грамм белого цвета. И самое последнее, это мешочек с подарочками. Но этот мешочек мы рассмотрим чуть-чуть позже. Интересно, что находится в этом подарке. Давайте посмотрим. Итак, первое, это скидочный купон на 10 долларов. И этот купон я разыграю в следующем видео. Для участия в розыгрыше этого купона обязательно подпишитесь на канал. Поставьте лайк и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А также обязательно в комментарии напишите. Хочу скидочный купон. Итак, смотрим, что дальше. Дальше у нас небольшой светодиодный индикатор. Такой индикатор часто используется для отображения уровня заряда аккумулятора. Интересная вещь, часто бывает полезной. Тоже приятная мелочь. Небольшая коробочка от компании DFRobot. И что же там внутри? Давайте посмотрим. Вот такой шилд интересный. Плата расширения для PyBoard. Интересная вещь. К сожалению, у меня микропитона нет. Но вещь все равно интересная. Может получиться использовать систем 32. А может быть разыграю в будущих видео среди подписчиков. Вдруг кто-то увлекается микропитоном. Программирование на нем микроконтроллеров. Вот такой вот подарочный набор был дополнительно к тому, что прислал посылки. Не забудьте поучаствовать в розыгрыше для того, чтобы получить подарочный купон на 10 долларов. Главным объектом данной посылки был вот этот модуль. Это не совсем обычный модуль. Точнее говоря, он имеет ряд функций, которые вряд ли можно найти где-то в другом модуле. Это устройство, которое распознает жесты. Кроме того, здесь имеется 5 сенсорных кнопок, а также датчик идентификации движений. То есть этот датчик реагирует на разные движения. Движения в одну сторону, в другую, вверх, вниз, приближение, отдаление. А также еще такое очень интересное движение, как захват. Вот такое движение, захват, он тоже его определяет. Вообще интересный датчик. Датчик работает через сериал. И для его работы нужна специальная библиотека. Давайте подключим этот датчик к Ардуино. Я буду использовать Ардуино Мега, но можно использовать абсолютно любую Ардуино. В самом начале нужно скачать библиотеку для работы с данным сенсором. Ссылку на эту библиотеку вы найдете в описании под видео. Также рекомендую почитать описание этой библиотеки, потому что здесь есть очень много интересных функций и описано, что и как работает, какие значения возвращает та или иная функция этого датчика. Переходим в Ардуино IDE, файл, примеры, DFRobot, простой тест. Вначале здесь предлагается скачать библиотеку, обязательно ее скачайте. Так как этот датчик подключается через сериал, а мы будем тоже использовать сериал, то мы этот датчик будем подключать через софтворный сериал. Определяем пины софтворного сериала, к которым будем подключать этот датчик. Я сейчас написал это 10 и 11 пины. Дальше инициализируем объект сенсора. Настраиваем сериал. Настраиваем сериал для работы с этим датчиком. Делаем небольшую задержку для того, чтобы датчик нормально инициализировался. Далее здесь есть некоторые настройки этого датчика И их можно менять и выставлять любые другие Например, установка дистанции срабатывания Этот датчик может измерять и улавливать движение на расстоянии до 30 см Здесь можно выставить любое другое значение Например, чтобы он улавливал движение на расстоянии только до 10 см Или до 15 см Или в данном случае до 20 см То есть максимальное расстояние, на которое этот датчик будет реагировать Следующее значение это разрешение функций Здесь сейчас указывается, что разрешены все функции То есть все функции, которые здесь прописаны в библиотеке Вот они Это события движения вправо, влево, назад, вперед и так далее События кнопок Этой командой разрешены все эти события А есть команда запрещения событий В данном случае запрещено распознавание движений вправо и влево То есть если я подключу этот датчик, зашью этот скетч Он будет нормально реагировать на движение вперед-назад Вверх-вниз, отпускание, на кнопки будут реагировать Но на движение влево и вправо он реагировать не будет Это очень удобно, если вы хотите настроить какие-то конкретные функции Чтобы не было каких-то ложных срабатываний Или чтобы не распознавал эти движения, которые вам не нужны То можно эти функции убрать Или же наоборот, здесь эту функцию не прописывать А здесь сделать разрешение на функцию только вправо То есть все остальные движения он не будет воспринимать кроме движения вправо Если мы здесь напишем вместо всех функций только это движение Итак, я ставлю так, разрешено все Кстати, вот пример того, как разрешено две функции Также датчик можно перевести в режим сна В котором он будет потреблять очень мало электроэнергии В основном цикле программы получаем значение события с этого датчика И если какое-то событие произошло, то тогда выводим соответственно сообщение Здесь прописаны все возможные события Это кнопки, а также движения вверх-вниз, вправо-влево и так далее Давайте подключим сейчас Arduino к компьютеру И прошьем этот скетч Открываем монитор порта Итак, стартовал тест сенсора Пробуем движение вперед, движение назад Движение влево, движение вправо И так, поднимаем Поднимаем А теперь можно вот так вот сделать Оп 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 То есть он реагирует на эти движения И вполне нормально их воспринимают Вообще, очень интересный такой датчик На нем можно построить все что угодно Проверим кнопки Первая кнопка, вторая Третья, четвертая и пятая Отлично, кнопки все работают И движение он нормально воспринимает Кстати, он даже на такие вот простые движения Он тоже нормально реагирует и работает Вообще, очень здорово На этом датчике можно построить Очень много интересных вещей Управления, техникой Или элементарным освещением Что первый в голову приходит Давайте теперь попробуем провести эксперимент И сделаем небольшое устройство Я взял платформу, которую я когда-то использовал Для управления солнечными панелями Здесь установлена платформа для держания камеры Но камеры нет, вместо нее я поставил ESP32 плату Просто для красоты Попробуем сейчас при помощи этого датчика Управлять этой конструкцией И поворачивать сервы в разные стороны Скетч, в принципе, остался тот же самый Без изменений Единственное, только я добавил сюда поддержку серву Добавил несколько переменных В настройках также указал, каким пином серва подключена И задал начальное значение Это 90 градусов В основном цикле программы К обработке событий Я также добавил и управление серво То есть в зависимости от движения Вперед, назад, влево, вправо Эта конструкция будет либо поворачиваться Либо наклоняться Итак, проверим, как это все работает Подключаем питание Серво установились в 90 градусов Итак, скетч прошит Открываем монитор порта Для того, чтобы видеть реакцию Проверяем какую-нибудь кнопку Так, кнопки есть Пробуем поднять вверх Ага, это вниз идет Значит, вверх поднимаем Отлично Отлично все срабатывает В другую сторону попробуем повернуть И, как видите, отлично работает Отлично реагирует И можно таким образом управлять серво И к этому датчику можно подключить Абсолютно любые устройства И управлять абсолютно любыми устройствами В данном случае Я этим датчиком управлял Вот этой вот механической частью И все отлично работает Так что датчик очень классный Интересный И, может быть, какие-то интересные проекты Я сделаю на них в будущем Поэтому обязательно не пропускайте видео Тем более, что в одном из следующих видео Я буду разыгрывать скидочный купон на 10 долларов Я вам желаю успехов Пусть ваши проекты будут классные и интересные Подписывайтесь на канал Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok